МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расскажите, пожалуйста, о цели вашего визита. Я не первый раз в Рязани, очень люблю сюда приезжать, потому что город красивый, и есть какая-то своя атмосфера. Города же разные, они дышат по-разному, и в них существуешь по-разному. Здесь хочется ходить пешком и медленно всегда. Я хожу, рассматриваю дома, представляю себе какую-то жизнь, которая здесь была когда-то в разные времена. Сегодня я с утра уже сходил в музей, замечательная выставка, энциклопедия русского быта, очень интересные предметы. То есть, ну, как в Рязани, в ней есть вот та часть историзма, которая необходима любому городу, и она прекрасна. Ну, и есть, кстати, современная жизнь, которая тоже привлекает. Это вот именно ради нее я приехал. Это лаборатория режиссуры по современной драматургии для маленьких детей. Она будет проходить в Тюзино-Соборной, и 4-го, 5-го у нас показы, бесплатные, по-моему, будут очень интересны. В чем суть лаборатории? — Да. — Дело в том, что в театре спектакль ставится 2 месяца, 1,5 месяца, 3 месяца. Это такая большая кропотливая работа. А на лаборатории тот же самый спектакль в костюмах, в грибе, с музыкой, в декорациях. Ставится за 3 дня. Это такая технология. На самом деле это даже не спектакль. Мы называем это эскизами. И эти эскизы делаются ради совершенно профессиональных задач, актерского мастерства, знакомства с драматургией. То есть ряд профессиональных задач, которые решают эти лаборатории. Но в театре без зрителя ничего не может происходить. Он такой же равноправный участник всех процессов, как и артист. И поэтому мы приглашаем зрителей, особенно маленьких зрителей, потому что будет очень интересно. Три режиссера, режиссера из Москвы, режиссера двое из Москвы. Один главный режиссер Саратовского театра юного зрителя Алексей Логачев. Режиссер из Москвы Наташа Шумилкина. Она работает в театре, в российском молодежном театре. У нее несколько постановок. И режиссер Кременский, Дима. Мы работаем с ним первый раз. Но говорят интересный чек, и посмотрим, что у него получится. Три пьесы для детей. «Последний папа», «Маленькая бабушка» и «Эмиль большая голова». Это современные тексты. Тексты, говорящие о современном ребенке. Конечно, дети любят сказки. Вообще дети любят смотреть то, что они усмотрели. По 20 раз. И, в общем, хотят Золушку, Чаполина, Буратино и все, что они знают. Но время меняется, ребенок меняется. И, конечно, им будет интересно увидеть, что происходит с их сверстниками. И как сегодняшние писатели, драматурги реагируют на ту реальность, в которой мы все живем. Реальность, в общем, достаточно серьезная, жесткая. И как молодому маленькому человеку в ней найти себя в этой реальности, найти друзей, в общем, реализоваться – это достаточно сложный эффект. И поэтому, конечно, театр в этом отношении – маленький помощник для больших людей маленького роста, так скажем. Потому что детский театр действительно очень серьезно относится к детству. У нас в стране детство, в общем, имеет какие-то свои параметры. У нас почему-то считается, что ребенок – это будущий человек. А сейчас он как бы еще не совсем человек. А на самом деле дети переживают все те же проблемы, трагедии, что и взрослые. То есть это сложившиеся люди в процессе развития. Это маленькие, большие люди. И с ними она говорит серьезно о серьезных проблемах, которые у них есть. И мы пытаемся это делать. Вот лаборатория – это такой зондаш того, что происходит в современной драматургии. И то, что хотят и понимают дети. И каждый эскиз спектакля будет обсуждаться. То есть это вот такая попытка и наладить контакты, познакомить с новой драматургией. Ну и артисты, для которых тоже, в общем, непростая задача – за три дня выстроить свою роль. Для них это стресс. Именно этот стресс и является основой лаборатории. Потому что за три дня многие артисты не успевают распределить свои штампы. И вынуждены искать что-то новое, работать на новой творческой энергии. И мы этим пользуемся и заставляем всех думать, смотреть, искать и наслаждаться. Прекрасный опыт. Вот насколько я в курсе, вы уже не один десяток лет занимаетесь, проводите такие лаборатории, да? Ну, насчет десятка я не знаю, но лет десять занимаюсь. Все, хорошо. Ну, более десяти лет, прошу округляй. Да. Более десяти лет занимаетесь лабораториями, проводите их отзывы. Какие отзывы? Ну, вы знаете, поскольку эти лаборатории сейчас провожу не только я, когда-то я начинал их первое, действительно, это мое изобретение. Этот модуль лабораторный. Сейчас они проходят по всей России во многих театрах. Вот завтра начинается в театре на Таганке, недавно закончилась в МХТ лаборатория. Только что была лаборатория в театре Вахтангова в Москве. Я сейчас буду проводить лабораторию через некоторое время в Румынии уже. Этот опыт согнулся за пределы России. Это очень интересный опыт. Это тренинг, связанный с тем, что развивается и проверяется на современность и на профессиональность все службы театра. Потому что за три дня нужно, например, цехам организовать все-таки и костюмы подобрать, и оформление выставить, и свет выставить. За три дня администрация должна собрать публику, сделать рекламу, провести спектакли. За три дня режиссеры должны быть готовы, чтобы объяснить артистам, что им играть. За три дня артисты готовы, должны выстроить роль. А зритель, в общем, на спектакле тоже мобилизуется. Вот эта мобилизация творческих сил, она и есть суть этих лабораторий. Мне кажется, что этот опыт лабораторный так расползся по России, потому что лаборатории идут на Сахалине, и в Петропавловске, Камчатском, и в Петербурге, и в Самаре сейчас будет. Ну, везде, в любом городе, в России уже была или будет лаборатория. Мало того, есть целая программа, которую поддерживает Министерство культуры России. Мы с Театром нации, с таким замечательным артистом и человеком Евгением Мироновым делаем эти лаборатории в малых городах. Это такая программа по поддержке театров малых городов России. А поскольку в России очень много малых городов, то мы много ездим. Вот сейчас у нас будут лаборатории в Новочеркасске, потом в Владейном поле, потом в Новороссийске, потом еще где-то. То есть много-много-много лабораторий, а потом будет фестиваль театров малых городов России в городе Вольске, Саратовской области. То есть вот это лабораторное движение, оно очень помогает развиваться профессиональному драматическому театру. И слава богу, что Рязань в этом отношении не отстает от всех других театров, интересуется этим и занимается. Насколько тяжело вот это реализовать, с вашего позволения сказать проекта? На самом деле его особенность в том, что он финансово очень дешевый. Не отягощает? Да, очень. Это очень маленькие деньги, но при этом большая результативность. То есть за маленькие деньги мы имеем достаточно большой результат. По сути, почти три готовых спектакля, которые потом можно из эскиза довести до спектаклей и познакомить зрителя с какими-то опробованными произведениями. То есть это, в общем, достаточно эффективное занятие. Когда же у нас премьера спектаклей в Рязани? Вот завтра и послезавтра, два дня. Я начала не помню, как всегда, во сколько. Я думаю, где-то вечером, днем, в общем, будет все хорошо. Я думаю, кто захочет, тот найдет информацию. Да, я думаю, что это можно найти и на сайте театра, и позвонить в театр, и где-то прочитать. Потому что кто придет, не пожалеет, у нас куш-то не бывает. Спасибо, что пришли. Приезжайте еще, приходите к студию. Спасибо, что ушел. Хорошо. Ну, вот так вот, человек творческий. Это была программа подробностей. Мы с вами скоро увидимся. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»